всем привет дорогие зрители ну что мы находимся на ущелье дьявола почему так прозвали но вы увидите сами исходя всего здесь множество людей кто гибнут а пропадают а и еще что-то случается кто-то даже не видел аномальное явление а что на самом деле здесь творится дорогие друзья вы должны сами это видеть за мной как раз называется вот именно ущелье дьявола вы спросите такого невозможно увы так и есть это ущелье сделано еще очень давным-давно не верите смотрите сами дорогие друзья что здесь происходит очень страшно и красиво но исходя всего люди здесь не хотят находиться потому что говорят здесь находятся какие-то демоны а именно кто-то утверждает что пожиратели душ в общем так называют не знаю как вы дорогие друзья но исходя всего здесь лучше не находиться больше часу и потом начинается происходить кое-что-то странное кто-то утверждает что галлюционерские какие-то грибы или еще что-то растения дают такой эффект что ты вообще теряешь теряешься здесь находиться вот даже пчелка залетела так что не переключайтесь а мы продолжаем свое свое интересное путешествие по этому прекрасному моменту ну что дорогие друзья мы идем вы за нами а как всегда привет всем зрители но что я могу вам сказать меня зовут арина и налом но кто знает тот видит кто не знает кто я такой можете посмотреть все мои сюжеты от а до я ху блин чего я хочу начать давайте откровенно вам все расскажу с чего начать вы спросите где сейчас я нахожусь и для чего я вообще это все снимаю но давайте так у вас вопрос только один вот я там пытаюсь кого-то обмануть там пятое десятое для чего там для каких-то денег в плане того это ладно фиг с ним но я дорогие друзья хочу вам сказать одно то что я вам показываю не ради денег а ради того чтобы вы видели это раз во вторых то что вы задаете множество вопросов почему ты допустим когда показываешь сюжеты тебя вечно то рука трясется то это в общем это не я снимаю а то вы думаете а если рука трясется ну а вы как думаете если вы ты допустим снимаешь там нло или там существо какое-то чё у тебя рука будет плавно стоять до последних там секунд когда это существо к тебе не подойдет конечно нет это все неправильно и в общем где сейчас я нахожусь в одном прекрасном месте дорогие зрители вообще это место закрытое плане того что я нахожусь в заповеднике говорить не буду здесь в общем все классно и красиво а если вы присмотритесь посмотрите внимательно здесь есть одно но почему я здесь здесь в общем находится кое-что интересно совсем не речка здесь находится а другое вы сейчас спросите а что здесь может быть здесь неподалеку есть вулкан но он уже спит может миллион лет уже точно если не больше спит вы спросите не может быть такого но я сейчас нахожусь в этом месте где подо мной находилась лава она уже застыла много может миллионов лет но вы спросите не может быть такого а я вам скажу может быть не верите давайте мы с вами определим что это на самом деле такое вот видите вы речка камни а вот то о чем я и говорил вот видите лава она уже дорогие друзья давно застыла она крошится но и спрос не может быть такого может здесь в общем выше по реке если подниматься там есть гора название не буду говорить потому что это секретно на той горе всегда просыпалась просыпался или как говорят просыпалась можно сказать вот так просто название там непонятно у этого вулкана потому что там разные такие истории идут но это не суть в общем когда вулкан просыпался эта река высыхала и она тепла это лава именно по низ реке в ту сторону но если подниматься выше вопрос просыпался но не может быть это не лава дорогие друзья вы если не верите посмотрите сами вон 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 это все лава была а вон узоры которые я вам сейчас покажу сейчас перепрыгну смотрите чтобы вам наглядно было вот я стою вот лава узоры вот посмотрите какие красивые узоры видите посмотрите такого вы еще не видели они во-первых острые и очень красиво сделано ну конечно со временем река здесь камни множество поточилось а вот посмотрите ну какой крепкая вот посмотрите видите почему черная но вы наверное все знаете магма и множество другие такие происходят которые здесь здесь происходят но это место из-за этого называется черная гора вам вы наверное уже догадались почему черная гора но речка называется черная речка но название очень интересное потому что как и черная гора если хотите здесь быть дорогие друзья вы можете каждый раз находиться здесь красивом обстановке отдыхать с родственниками с близкими самое главное не ломать ничего в общем красота вы видите сами вверх я по реке не буду подниматься потому что там километров 20 и надо чтобы дойти до вулкана этого спящего но со временем я обязательно вам все покажу и расскажу про вулкан про эти места красивые которые вы наверное хотите знать мы показываем сегодня в общем природу ту которая чувствую что то мы найдем аномально если получится снимем аномально если не получится снимем что то еще другое дорогие друзья ну а в общем мы начинаем а вы смотрите нас дорогие друзья а мы поехали смотрите дорогие зрители нашли следы шестипового смотрите вот еще нашли боже что это за следы вот еще смотрите смотрите что это за дела мы нашли но это скорее всего точно это не снежный человек посмотрите тут и собака и волк скорее всего волки были вы посмотрите это или битва какая-то была я вообще шокирован это вам показа это уже наши следы посмотрите посмотрите куда они идут вниз по реке что-то утащилось может ушло вот туда в ту сторону не знаю что это за дела дорогие друзья но я без комментариев это надеюсь мы не нарвемся скорее всего это ночное животное потому что здесь и медведи есть и все что есть короче здесь есть в общем я буду на связи покажу что-нибудь интересного но не знаю у меня батарейка осталось 20 процентов блин блин грязь 20 процентов что-то интересное мы уже находим я вам засниму то есть так что я буду на связи вы не убегайте никуда сейчас пройдем еще несколько километров может что-то найдем посмотрим что здесь творится в общем я обижку куражен обо всем вам заявить блин болот и здесь много ладно вон алекс интересно куда так спешит про труп блин весь грязный блин болото упал так что я на связи буду дорогие зрители а вы со мной будете так же и последнее время и слишком много что нам в этом земле на планете делать просто удивляться с каждым днем мы удивляемся огромными масштабами пришельцев блин космическими кораблями летающими аппаратами может власти иногда не шутят а может кто-то прикалывается и кто-то создает друзья файковое видео но если бы это так было бы все меняется друзья в первом начальном виде возвращаемся в прогресс цивилизации блин а мы по-моему из нее не вылазили а нет вылазили до сих пор некоторые ездят на машинах с колодками тормозами друзья ну ладно фиг с ним что происходит вы видели сейчас интересные кадры я хочу чтобы вы прокомментировали сделали выводы или что-то рассказали свою историю обязательно мы всегда удивляемся и поражаемся таким кадром так что друзья ставьте лайки и мы идем вперед с вами был я лис пока ну чего мы подъехали дорогие зрители не знаю что за это место в общем сейчас будем смотреть удивляться так ух ты классно кстати посмотрите здесь кстати снег недавно был видите офигеть ну утверждаю что здесь меняется погода каждый час а может даже каждые два часа вон беседки люди здесь наверное отдыхают но самое главное здесь дорогие зрители все это красиво но самое главное здесь красивые цветы есть а именно я даже не знаю может вы знаете вон цветы сейчас мы подойдем посмотрим близко посмотрите дождик льет вообще классные цветы люди здесь отдыхают ну и конечно живут кто-то шашлыки кто-то машлыки в общем здесь вы встретите не только людей но и но и зверей в общем что я могу сказать наше путешествие дорогие друзья в общем не просто так мы с вами пытаемся сейчас все это переговорить наладить это секретное очень интересно можно сказать приключением действие разворачивается все в реальном времени это раз допустим вы хотите увидеть самые красивые места мы вам покажем аномальные места систематически мы начинаем им вам показывать но есть одно но они не всегда попадаются нам потому что мы планируем ночью снимать эти все сюжеты про аномальных таких существ или еще что-то на ло и там так далее но есть одно но в этих местах ночью нельзя оставаться это раз во первых минус пять градусов сюда доходит ночью сейчас плюс восемь мы ехали было плюс двадцать два то есть поднялись выше плюс восемь сейчас на плюс шесть потому что холодно мне сейчас но пара нету еще но мы сейчас будем подниматься дальше исходя всего этого момента то что вы наблюдаете мы пытаемся вам показать реальные сюжеты в общем вы нас смотрите от нас не убегайте потому что самое интересное пока происходит на нашем канале но если есть какие то вопросы задавайте я отвечу их на все ваши интересные и интересные по жизни вопросы и так далее ой блин а так кстати вон снег я вам сейчас покажу кто-то здесь снежки уже пытался делать или снеговика вообще весна такая очень интересная я первый раз такое встречаю чтобы снег выпал вчера и ну конечно все растаяло сейчас я вам покажу ну а в общем посмотрите сами будете удивлены вы скажете это не снег нет это снег я вам показываю смотрите снег снег снежки будем играть снежки короче мы продолжаем свое путешествие а вы жмите жирненький но питательный лайк блин у меня уже ноги все замерзли будем проходить кстати да дорогие друзья никогда не курите с водкой а то будет опасно посмотрите люди как отдыхают с водкой шучу конечно отдыхайте конечно так блин как камни наложили ага зная этот фильм блин где ломают ноги все жмите лайк и так далее ну что дорогие друзья в общем смотрите сами это малая часть то что я хочу вам показать тут кто-то шашлычок жарил вон посмотрите как красиво да ух ты блин ну дождь идет это понятно но зато как красиво все таки здесь мы походу здесь как одни иностранцы красиво так я знаю и ух ты и а и р и и Пошли туда наверх, по-моему, ныряты. Аккуратней, аккуратней. Скалы какие. Пошли. Какой-то выход, да? Ага. В поле. Офигеть. Ты смотри. Это дрон залетел именно сюда. И медленно ушел в лес. Я не знаю, что в этом лесу, что может быть. Но мы, недолго думая, Катя оставили в машине. Сами вдвоем рискнем. Попытаемся найти, куда он полетел. И что там есть такое интересное, не знаю. Может мы ошибаемся, может нет. Что, пошли? Болтать, пошли уже. То есть побежали. Сейчас мы здесь пройдем. Ай. За мной. Так. Больше я не знаю. Блин. Я не знаю. Там водопад, видишь? Как ты про... Я не знаю, смотри. Боже, водопад. Обходить надо. Короче, дорогие друзья. Не знаю. Аликс, пока пройдет. Боже, что это? Так. Будем глупить идти вдаль реки. Капец, зайка. Змей бы не нарваться. Уже устал. Прям... Лиса. Что это? Не знаю, куда заводит. Вон. Блин. Вот тут. Так спуститься теперь. О, боже. Смотрите, водопад нашел. Цветы. Красивые. Так. Надо обходить. Я буду обходить. Да я видел деревья. Я чуть выше. Поднимусь. Офигеть. Это что за... Какие гладкие. Камень. Так, я вам переключу, дорогие друзья. А то... В общем, дорогие друзья, я не знаю, что происходит, но батарейка села, пришлось быстренько перезагрузить. И что произошло, это вообще ужас. Я надеюсь, кое-что интересного вам покажу. Но... Сейчас будем идти дальше. Я не знаю, вверх по реке или все-таки будем спускаться. Но... Ты слышишь? Ты слышишь? Привет всем, дорогие друзья. Меня зовут Тайна Инолон. Но давно у меня не было выпусков для вас показать что-то интересное. Ну, что я могу вам интересного показать? В общем, за эти несколько дней случилось то, что никто не ожидал. Все как-то случается и потом все возвращается. Но это самое не главное. В общем, главное то, что, дорогие друзья, я решил вам себя показать. Нет, ну не себя имею в виду, а то, что я где сейчас нахожусь. В общем, посмотрите внимательно. В этом месте, дорогие друзья, происходит все интереснее и страшные явления, которые я вам покажу. Мы, дорогие друзья, сейчас обращаюсь, но мы не обращаемся, а передвигаемся вглубь самого экстремального места, которое сейчас вы видите за мной. Видите, да, нет? Да, нет. Ну, короче, видите, в общем. В том месте мы так давно рассказали очень интересную историю, которую мы сейчас будем ее расследовать. Какую историю вы спросите? А, фиг его знает. Я вам потом все расскажу, когда мы до этой истории дойдем. Но пока, месьма, дорогие друзья, направляемся вглубь нашей экстремальности. Вы просто-напросто смотрите, а иногда ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, в общем, на мой канал Тайное НЛО. Ну, в общем, короче, подписывайтесь. А дальше будет самое интересное. Коротко о наших продвижениях. Вчера мы собрались ехать в это место, но случилось одно НО. Пока мы ехали, мы попали под огромный такой гигантский оград, так сказать, оград. Но это неважно. Попались мы так, что это ужас, что было. Но слава богу, что мы заехали под навес, и мы спаслись. Ну, и мы, и наша машина. Но сегодня еще не лучше получилось. В общем, вы видите за эту картину, что там, скорее всего, сейчас не просто сыпется, но там, наверное, и валится град. Сейчас мы будем передвигаться вдоль этих гор, чтобы хотя бы обойти эту нелепую, наверное, нам заминку, чтобы ничего такого не случилось. Но, в общем, в тех местах, короче, вы увидите самого интересного и самые необычные явления. В общем, кто-то утверждает, что здесь творились какие-то ритуальные такие опасные. Ну, я не буду говорить эти места. Но случалось здесь и жертвоприношение, которое мы, дорогие друзья, будем расследовать. Так что, если вам что-то есть сказать, не ленитесь, говорите, а мы начинаем. Привет всем, дорогие друзья, подписчики. Но кто меня знает, меня зовут под ником Тайна НЛО. И, как всегда, я пытаюсь вам раскрыть и показать самые интересные места о том, где мы находимся. Весь сюжет я буду вас интриговать множество другими аномальными явлениями. Во-первых, дорогие друзья, я не знаю, как и вы не знаете, где я сейчас нахожусь. Через несколько минут здесь потемнело и появилось необычное аномальное первое явление. Туман нас просто окутал. Посмотрите сами, если вы все это видите. Мы сейчас едем, можно сказать, ну, еще, конечно, 100 метров есть, видим. Но, в общем, все здесь уже в тумане. Наше действие показать, что здесь происходит. Ну, множество идут такие религиозные моменты, что жертвоприношения нет, значит, и погода будет плохая. Но есть одна пещера, которую я уже рассказывал про нее, что раньше в этой пещере была жертвоприношение людей. Ну, ее точно неизвестно, или там питомцев, или еще кого-то в плане того, а может, скорее всего, и людей. Потому что стены, все пещеры обрисованы кровью. Нарисованы и там какие-то иероглифы, которые вообще, наверное, человек никогда не рисовал. сейчас около час, час 29 минут, то есть, по московскому времени, дорогие друзья. Но тут уже, поверьте моим словам, уже до того туман стал проявлять себя, что я не знаю, что сейчас будет дальше происходить. Все это, конечно, вы извините, я за рулем, я не могу, конечно, отвлекаться на камеру и, в общем, вам показывать то, что здесь происходит. Но моментом я вам показываю о происходящем здесь, на самом деле, как мы рискуем. Я не знаю, останемся мы сегодня на ночь или вообще не останемся, потому что я смотрел прогноз погоды, здесь солнышко. Но вы видите сами, какая здесь солнышко, дорогие друзья, что, скорее всего, тут солнышки и не пахнет, да и не будет вообще. Туман сейчас очень плотный. Мне приходится сейчас включать противотуманки, потому что какой-то, наверное, ненормальный перец сейчас влетит. Видите вы сами, что все машины сейчас, которые проезжают мимо нас, они едут на туманках. А что мы ищем? Во-первых, мы их ничего не ищем, дорогие друзья. Наша задача показать самое интересное место, что здесь происходит. Надеюсь, мы найдем останки или животных, или людей еще давным-давно. Но происходящие моменты будут очень рискованные о дальнейшем. Сейчас как раз мы проезжаем вот это место. Наше место чуть-чуть дальше, дорогие друзья. Туман, скорее всего, сейчас уйдет. Но это не заканчивается путешествие, а только наоборот начинается. Если у вас есть какие-то к нам вопросы или еще что-то, задавайте их обязательно. Я на них отвечу. Но все это, которое будет происходить, вы увидите в реальном времени. В общем, не ленитесь, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, но не забывайте ставить колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok